Июнь 2016 года. Группа ученых и кинооператоров отправились изучать нарвалов. Их задача — раскрыть одну из самых главных тайн животного мира. Главный вопрос — для чего им этот удивительный инструмент? С помощью дрона ученым удалось зафиксировать нетипичное для нарвала поведение. Просмотрев видеозапись, мы поняли, что нам удалось заснять нечто особенное. Обычно нарвалы плавно скользят по воде. Но посмотрим поближе. Эти ведут себя иначе. Кажется, они качают головами. Такое поведение впервые было запечатлено на камеру. Может, это ключ к разгадке тайны предназначения их бивня? Они для чего-то нужны. Но для чего? Обычно считается, что нарвалы используют их для колки льда. Нарвалы — киты, млекопитающие. Им нужно дышать, они обитают в Арктике. Вполне возможно, что они могут оказаться под слоем льда. Могут ли они с помощью своего длинного бивня искать отверстие во льду, чтобы дышать? Поиск отверстий для воздуха — общая проблема для арктических млекопитающих. Тюлени, например, рискуют стать жертвой белого медведя, выходя на сушу подышать. Мы никогда раньше такого не видели. Более толстый лед нарвалы пробивают задней частью мелана. Мелан — орган, помогающий китам общаться и охотиться. Издавать звуки для ориентации и поиска добычи. Такая ярко выраженная выпуклость на лбу есть у кошелотов, белух и даже дельфинов. Меланы больше подходят для колки льда, чем хрупкие бивни. Повреждать бивень этим животным никак нельзя, поскольку сломанные бивни не отрастают. Не похоже, что это главное назначение бивня. Бивни не для колки, но они все же очень твердые. Другая версия гласит, если уж они выглядят как меч, и они орудуют им как меч, возможно, биви не есть меч, возможно, самцы используют их в борьбе за самок. Может, это брачный ритуал Нарвала? Возможно, бивни используют для борьбы с соперниками. Олени используют для этого рога. Может, самцы борются бивнями за доминирование? Возможно. Но если приглядеться, не видно прямого контакта. Арктические исследователи отмечали мирный характер Нарвалов. На записи видно, что прикосновения бивней очень нежные. Не похоже, что они ими дерутся. Нарвалы – спокойные животные. Но, возможно, это все же демонстрация превосходства. Может, бивень нужен для привлечения самок? Иногда достаточно просто выглядеть шикарно. У всех самцов есть бивни. Поэтому логично предположить, что они появились как признак полового отбора и доминирующего поведения. Кто знает, может, самки считают бивни сексуальными? И чем длиннее бивень, тем привлекательнее самец. Ради этого стоило их отрастить. Неужели это конкурс красоты среди самцов Нарвала? Может быть. Но у 15% самок тоже есть бивни. У некоторых дам они тоже есть. Отличные гигантские шипы. Если приглядеться, можно заметить малышей Нарвалов и их мам. Нарвалы рожают в июле. А значит, сейчас не время для спаривания. Дело в другом. И, возможно, это связано с тем, из чего сделаны их бивни. Оказывается, бивень Нарвала — это зуб. Это удлиненный клык, торчащий из его пасти. Присмотревшись внимательно, вы заметите, что он растет не посередине, а сбоку. Очень странный зуб, который может достигать трех метров в длину. Кто лучше всех разбирается в зубах? Конечно, стоматолог. Можете считать меня стоматологом морских млекопитающих. Поверим специалисту. Нарвалы рождаются с двумя зубами, и один обычно остается спрятанным в челюсти. Неоправданно длинный бивень — самая ценная часть тела. Так что же в нем такого особенного? Кроме того, что это единственный в своем роде торчащий трехметровый зуб. Наши зубы, например, твердые снаружи и очень мягкие внутри. У нарвалов — наоборот. Мягкий и гибкий наружный слой зуба и более твердый внутренний. Пульпа зуба с нервными окончаниями напоминает стальной стержень. Зуб нарвала сохраняется в течение всей его жизни, примерно лет 50. В это трудно поверить, но на поверхности этого зуба расположены маленькие трубочки, внутри которых находятся проходящие по всей его длине нервные окончания. Как и человеческие зубы, этот длинный бивень чувствителен к холодному, горячему и разным вкусам. Он различает вкус воды. Зуб способен определить уровень соли в воде. Получается, зуб нарвала, гигантская антенна, секретный орган чувств? Если это так, объясняет ли это такое уникальное поведение? Ученые веками спорили, для чего нужен этот зуб. Но Мартин считает, что помимо определения содержания соли в воде, он также способен измерять температуру, давление и концентрацию веществ. Поскольку у зуба есть другие особенности, возможно, с его помощью они могут определять местоположение рыб, на которых охотятся. Обнаружив рыбу, эти удивительные органы чувств превращаются в оружие для нападения. Именно это мы наблюдаем на видео. Приглядевшись, мы видим, что они потрошат ими рыбу. Очевидно, нарвалы глушат рыбу, ударяя по ней зубы. Они наносят несколько ударов, а затем всасывают ее. Нам удалось запечатлеть ранее невиданное зрелище. Вот это сокровище. Но споры среди ученых не прекращаются. Мы увидели, что нарвалы насаживают рыбу на зуб и предположили, что они ее оглушили бивнем. Но на самом деле они могут просто с помощью бивня класть рыбу в пасть. Возможно, рыба уже была оглушена. Независимо от того, глушат ли они зубом рыбу или просто кладут ее в пасть, это первая в мире видеозапись трапезы нарвалов. Она помогла разгадать вековую загадку и выяснить, для чего нужен самый уникальный и необычный зуб в животном мире.